Поехали? Поехали. Просто хочу поближе, так. Потрогать! Олю, Олю, потрогай! Олю, потрогай! Хочу! Я просто, когда её видела, такая, потрогать Олю. Это Оля. Ну ладно. Всё серьёзно. Привет! Сегодня, прямо с утра, мне пришёл очередной комментарий, просто из сотни похожих комментариев. Людям всегда интересно, стесняюсь ли я снимать на публике. Я подумала, что это отличный выход, отличный способ поговорить на эту тему. Я каждую проблему раздуваю до поговорить, до обсудить. И мне вообще интересно, вот девочки Фаина и Юля, они тоже блогеры, поэтому мы сегодня обсудим про то, как снимать на публике, зачем... Зачем? Зачем снимать на публике? Если можно сидеть дома. Может, на буголок пойти? Давайте начнём с вашего мнения вообще по этому вопросу. Снимаете ли вы в общественных местах, как сейчас? И что вы об этом думаете? Ну, я вообще не влогер. То есть я не хожу по улице с камерой и не болтаю. Я очень редко снимаю влоги, но мне всё равно стеснительно. Я чувствую вот этот вот барьер. И когда я его чувствую, я прям начинаю запинаться и тому подобное. Я встаю на улице и делаю вот так. вот, и тогда всё становится хорошо, потому что хуже этого уже быть не может. Люди уже это видели. Надо на заметку взять. Серьёзно, это может и сработает. А я выкручиваюсь таким образом, что когда я начинаю говорить, у меня почему-то становится такое лицо... Я начинаю тоже нервничать, запинаюсь, при этом... Я не знаю, такое ощущение, как будто я делаю что-то противозаконное. У вас есть чувство, что на вас кто-то смотрит и оценивает? Да, конечно. Да, есть такое. Есть. И когда ты знаешь камеру, уже всё-таки... О, камера! Даже сейчас, когда мы сидим, я временами поглядываю по странам и я вижу, что люди смотрят. Да, есть такое. То есть, и сразу думаешь, боже мой, они меня оценивают, что они обо мне думают и всё такое. Как ты могла? Как ты могла снимать? Я в таких случаях, кстати, когда я снимаю где-то в кафе, я когда жила в Стокгольме и снимала там блог, я делала вид, будто я очень серьёзный и важный видеоблогер. Я тут, значит, зарабатываю миллионы. И это моя работа. И я сейчас поставила штатив и наговорила. И я всё, я в шоколаде. Это у них всё плохо. У меня всё хорошо. И после того, что у меня на канале 6 тысяч подписчиков. У меня всё хорошо. Это на самом деле, вот Юля правильно говорит, потому что это самое верное решение. Я другого пока не нашла. Главное, дать себе понять, что ты делаешь в дело. Я нашла. Давай. Другое. Знаете, что я делаю? Я теперь снимаю влоги как? То есть, когда я начинаю запоминать за... Вот-вот... За... За... Когда я начинаю что-то там происходит с моим лицом, я вставляю картинку вида прекрасного какого-нибудь, что я куда-то иду там или что-то происходит. Но это другое. Я не говорю, как именно стеснение перебороть. А, именно отношение. Что ты думаешь о том, что о тебе думают другие. И как только ты думаешь, что ты делаешь очень важное дело. Да. То есть... Показываю, как я иду. Например. Когда я... Почему мне не нравится, когда люди несерьезно относятся к тому, что они делают или говорят, да, это такая фигня, это мое такое очень мелкое хобби, не обращайте внимания. Вот тогда люди стесняются. Когда ты говоришь себе, что это серьезно, это мое дело, я это люблю, для меня это важно, это все вокруг исчезает. Согласна. А еще я поняла, что для меня камера, вот когда именно я себя снимаю, именно вот сама себя, это немного очень странно. И я придумала для себя такую отмазку, что, блин, сейчас новые технологии, вдруг я вообще разговариваю по скайпу, через камеру, короче, с классом, какими-то там, не знаю, мамы, папы или так далее, и я хочу прямо сейчас показать, что происходит. Вот. И для меня это была как раз та самая отмазка, что, типа, люди, я тут с мамой разговариваю. Все нормально. И люди еще с кем-то, да. В этом плане, когда люди снимают влоги на телефон, и я им очень сильно завидую, потому что я какое-то время так делала, и реально думаешь, как будто ты с кем-то болтаешь. Да, в перископе там или еще где-то, да. В перископе тоже. Меня в перископе тоже спрашивают, типа, сейчас на тебя люди не смотрят, вроде бы телефон, но все равно людей напрягает. Я еще хотела вот этот второй аргумент привести, хорошо, что ты об этом заговорила, про технологии. У каждого технологического нововведения новинки есть определенный как срок жизни. Сначала ей пользуются избранные, потом передовое меньшинство, то есть те, которые продвинутые, которые этим увлекаются или еще что-то, а потом этим пользуются все. Это как, знаете, вот я имею в виду, селфи-палка. Сначала это такие люди, на которых смотрят, как на дебилов, потом есть такие, которые уже вроде модные, ты смотришь, ну, блин, вроде... А они еще так. Да, можно попробовать. А потом она есть у всех. И я думаю, что в этом плане... Даже у дворника есть селфи-палка. Они стоят, они уже в каждом магазине продаются. Этого не было еще год назад. Да, да. Так что это хорошее... С камерой то же самое. Не, я, кстати, это для себя не определила как суперполезную штуку, потому что я с ней снимаю влоги. Она удобная. Я беру ее там раз в месяц, например, и снимаю с нее влоги, да. И это круто. Это реально удобный вот именно tool для контент-мейкинга. Вау, как я... Как круто ты так вернула, да? И еще здесь можно об одном аспекте, когда, может быть, ты за камерой. Когда я за камерой, то есть когда я что-то снимаю, вот для меня это не становится каким-то стеснением. Я чувствую, типа, о, я бог. Я просто начинаю снимать. Это потому что туристы все так снимают. Вот это то же самое, о чем я говорила про вот этот срок жизни технологический. Это нормально для всех, поэтому ты не чувствуешь стеснения. А так сейчас ты находишься вот в этом передовом меньшинстве. Ну да, есть такой, да. Блогинга. Передовое меньшинство. Как я слышала прогноз, что скоро будут блоги у пожарных, ну, значит, не верно, что к милиции, но... Да, и у каждого будет свое небольшое комьюнити, которому будет реально интересно следить за той же жизнью пожарного, милиционера, водопроводчика, кого-то, кого-то не было. Ну да, как блога бомжа. Да, кстати, и все смотрели. А это же интересно. Это же просто реалити-шоу, как он поживает. Блин, разучи зубы. Скиньте мне на Яндекс кошелек, на хлебушек, если хотите увидеть. Ему зубы сделали. Кстати, я всегда думала о том, что скоро попрошайки реально просто выродятся, потому что у всех будет кредитная карта, все перейдут на кредитную карту, у никого не будет кэша, и как они будут с этими сосчитывателями, типа, дайте мне дешево. Елена об этом задумалась. Перемените мне немного денег, пожалуйста, на какой счет. Давайте теперь от каждого из вас по одному совету, что делать, если вы решили снимать на публике, то есть к чему вам нужно быть готовым и вообще о чем помнить. Может быть, у нас есть какие-то смешные истории? Да, можно. У меня нет. Мне так понравилось, как поиск, мне как-то у меня есть. Да, у меня нет. Ну, может быть, у вас есть. Есть какие-то, не знаю, вот я сейчас монтирую блог из Парижа и, соответственно, я себя снимаю и я вижу, сколько людей на заднем плане обезьянничают. А, да, ладно? Очень круто. Кстати, иностранцы в этом плане, они очень крутые, позитивные. Это у нас, типа, они влезли в кадры такие, типа, нет, не снимайте меня. Нет, они реально прям дурачатся, делают всякие классные штуки. Самое, наверное, это очень серьезное и, знаете, обязательно это сок. Я там говорю, что сзади меня Нотр-Дам. И там такие, ух, бегают такие люди. И тогда я так тоже так и делаю. Так, ваши советы? Да, мои советы. Ну, я бы посоветовала не снимать на улице, пока ты не чувствуешь, что ты реально к этому морально готов, то, что это тебе жизненно необходимо. Ну, то есть, я не советовала бы себя переламывать в этом случае, потому что одно дело, когда ты чувствуешь, что ты хочешь, что тебе надо, и ты выходишь на улицу, ты чувствуешь небольшое стеснение, да, но ты, тем не менее, делаешь дело. А другое дело, когда ты сознательно себя прям заставляешь через «не хочу». Вот тогда, мне кажется, контент не выйдет. Тогда вообще зачем? это абсолютно незачем. Следовать какому-то мейнстриму, снимать влоги и тому подобное не стоит. Стоит тогда, когда ты реально этого хочешь. А если ты хочешь, то это просто придет с опытом. Через 2 съемки, 3-4, ты будешь чувствовать себя уже гораздо лучше. А у меня сразу наоборот. Хопа! Я скажу, снимайте, снимайте как можно больше. Потому что, например, я считаю так, если тебе страшно, нужно это делать. Ну, я не знаю, почему я так считаю. И когда мне было страшно... Вот это нескусство. Да. Если тебе прям очень-очень страшно, значит, ты должна именно это делать. Потому что, как раз-таки, когда ты это сделаешь, ты станешь на одну ступеньку выше над собой. Вот. И поэтому, когда я первый раз взяла камеру, мне было очень страшно, я прихватила подружку. Тогда с подружкой реально все легче. Подружкой все, ну, или с другом. Тогда берите друга, подругу и начинайте это делать. А потом, когда вы окажетесь без друга или подруги, вы такие, типа, о, а у меня же есть опыт. Потому что, когда ты один, кажется, как будто ты... Вот сумасшедший вид разговаривает сами с собой по улице. И у нас есть вот эта немножко стигма, что... Что происходит? Что происходит? Да-да. Я тоже дам свой завершающий совет. Если вы хотите начать снимать влоги, попробуйте их снимать там, где они говорят на русском языке, то есть, когда вы поедете на какое-то путешествие. Вас люди не понимают. И я начала снимать свои влоги, когда находилась в Сербии. Это что-то... Вы можете посмотреть, я оставлю вот этот плейлист внизу. Это такое... такое все смешное. Я снимала вот так вот сверху. Мне писали в комментариях, как будто я девочка, когда держит за руку маму, и ты смотришь, как она... Какая прелесть! У меня реально вот так вот всегда камера была. А это за чего так выглядело? Я не знаю. Это первое, как у меня получилось. А хотя, знаешь, я тоже первое снимала прям вот так вот. Точно. Хочется подальше отвести. Наверное. И повыше. А потому что так девочки все смотрят захудее. Это, кстати, общеизвестно, то, что девочки себя фотографируют сверху, а мальчики всегда вот так. Они даже немножко... Потому что, да, им нужно показать широту плеч, а нам нужно показать свою худобу. Вот. Так что у вас такие огромные глаза и такой... Вы знаете, как себя увеличить или уменьшить благодаря нашему совету по публичной съемке. Вы берете подружку и такие обуви хукутенькие сверху, так. И, конечно, опыт, опыт, опыт. То есть, если вы поначалу вы стесняетесь... Я даже обычное видео дома поначалу стеснялся. Вроде никого нет. Ну, никого нет. А я все равно стеснялся. Да, было очень странно так, типа, врубил. И знаешь, что странно? Выдавать эмоции очень странно. Потому что ты врубил камеру, ты хотел там о чем-то классном поговорить, но ты понимаешь, что ты говоришь в камере, и такой... Типа... Привет, ну, ну, не знаю. Нас все время учили, всякие советы, кто давал, говорил, представьте, что это ваша подруга. И мы все время над этим смеялись. Типа, моя одноглазая подруга. Я не слышала, надо только лицо там приклеить. А можно фотку какую-нибудь сюда? Ой, это уже совсем. Когда совсем все плохо, тогда уже совсем стесняешься. Ну вот, спасибо девочкам, что они сегодня со мной поговорили на эту очень важную тему. Тебе спасибо. Оооо. Пригласила. Да, мы тут... Пригласила. Скажи, спасибо, что напросила. Гадал. На сегодня это все и мы всегда ваши. Пока. Пока.